Прежде чем применить регрессию, надо посмотреть, насколько наши переменные содержат много пропусков. Поскольку, если какая-то переменная содержит много пропусков, она автоматически сделает этого респондента исключенным из регрессионного моделирования. Пропусков много, значит, мало людей будет участвовать в регрессионной модели. Все переменные помещаю в описательную статистику, чтобы посмотреть их характеристики по пропускам. По переменной LegalMaritalStatus у нас много пропусков, поскольку опция NotApplicable попадает в мессинге. Много пропусков сравнительно, хоть и поменьше, чем по предыдущей названной. В переменной MainActivityLast7Days только 44 из 54 тысяч являются заполненными. EmploymentContract, Unlimited or LimitedDuration. Тоже много пропусков, только 43 из 54 тысяч имеют заполненные ответы. Возможно, это связано с тем, что, собственно говоря, по переменной MainActivityLast7Days. Возможно, это связано с тем, что, собственно говоря, по переменной MainActivityLast7Days. У нас не все далеко респонденты занимаются оплачиваемой работой. Поэтому, в принципе, конечно, наша зависимая перемена, удовлетворенность с работой, она может относиться и к прочим переменам, если расширительно толковать работу. То есть, образование – это тоже своего рода работа. Работа по дому – то же самое, и служба в армии, допустим, то же самое. Но будем понимать более конкретно и узко термин «работа», поэтому ограничим наш файл только теми, кто занимается оплачиваемой работой. Сделаем под выборку именно таких респондентов. Для этого делаю SelectCases по интересующей меня переменной. Только те, кто занимается работой оплачиваемой, как основным родом деятельности. Продолжение следует...